Похоже на большую печатную машинку, но это лишь малая часть большого механизма, которым управляет Анатолий Юрьев. Третий год он работает в земснаряде. Это судно для углубления реки. Копается, конечно, двигатель, насос, руководят люди, двигателем, за всем следят люди, изыскатели съемку делают, потом они нам в компьютер это все заносят, и мы по компьютеру выставляем, смотрят, и потом начинаем работать. В 2015 году краевые власти и региональные предприятия речной отрасли подписали специальное соглашение. Когда ОП, БИА или Катунь заиливается, или уровень воды в них падает, тут же приступают к углублению дна. Все это для речных грузоперевозок, число которых растет с каждым годом. Например, по сравнению с 2014 годом, в прошлом году водным транспортом перевезли почти в два раза больше грузов. История речного транспорта в Алтайском крае началась давно, но в советские времена число грузоперевозок стало сокращаться в десятки раз. Эти проблемы разрешают до сих пор. Не хватает средств на поддержание глубин. Соответственно, флот не может работать. Соответственно, грузы уходят на другой вид транспорта. Например, под Барнаулом дно слишком мелкое для проходящих грузовых судов. Хотя именно этот вид транспорта, объясняют эксперты, предпочтителен из точки зрения экологии и экономики. Если грузовик может увезти от 20 до 50 тонн, то баржа по реке увезет больше тысячи тонн за раз. Наша страна на втором месте по протяженности доходных путей в мире. Не развивать, это было бы неразумно в данной отрасли. Потому что составляет хорошую конкуренцию для дорожного транспорта. И я уже не говорю про автомобильный транспорт. А содержание реки намного дешевле, чем содержание автомобильных дорог. Мы вклады, скажу, в экономике. Поэтому и встает вопрос глубины. По словам Минтранса, в рамках соглашения в крае уже углубили больше миллиона кубометров рек. Продлится ли контракт, пока не уточняется. Анастасия Болодина, Дмитрий Денисов. День с толком.